Премия «Внедорожник года» открыла новую главу своей истории. Лонглисты, в которые войдут новинки 2021 и 2022 годов, еще не опубликованы. Зато организаторы уже презентовали предстоящие проекты и события. А их на этот раз будет действительно много. И что примечательно, большинство запланированных мероприятий образовательные. У нас будут подкасты, исторические подкасты, видео и аудио, в которых мы за 45 минут будем рассказывать историю великих внедорожных автомобилей. Начиная от этого, который стоит рядом с нами, от «Лады Нивы», заканчивая уникальными автомобилями, которые производились в нескольких экземплярах. Плюс ко всему, впервые для нас мы делаем большое количество тест-драйвов для наших партнеров и для журналистов. Ну а пока члены жюри будут знакомиться с номинантами премии, подрастающее поколение пофантазирует на тему внедорожника мечты. Такой конкурс тоже входит в программу премии. Студенты, ребята молодые дизайнеры будут создавать свой внедорожник мечты, внедорожник будущего. Пока мы это будущее определили таким достаточно коротким, это будет 2030 год. Это будет полезная история для ребят, потому что будет абсолютное погружение в тему внедорожников, начиная от инженерии и заканчивая ее историей, или же наоборот, начиная от истории, заканчивая инженерией и трендами, которые есть, которые приняты сегодня. В этом году впервые в истории премии Арккомитет проведет кампании в области безопасности и культуры дорожного движения в рамках глобальной политики Международной Автомобильной Федерации. Что именно ждет участников, сказать сложно. Вопрос решается. Один из вариантов – проведение семинаров, цель которых – научить оказывать первую помощь. Первую помощь может оказать только тот, кто находится в экипаже. И мы выстраивали такие семинары. Наши спортсмены, более 140 человек, прошли эти семинары и сказали, что они чрезвычайно полезны, потому что мы теперь понимаем, что надо сделать для того, чтобы сохранить жизнь человеку, который попал в аварию. Конечно, это пригодится и в дорожном движении, когда вы видите, что человек попал в беду, и можете какую-то оказать помощь ему. Добавим, что вместе с очередным сезоном премии «Внедорожник года» открылась и выставка «Легенды 4х4» в столичном музее автомобилей мира. Посетители могут полюбоваться Фордом F-150 Raptor, двукратного победителя марафона «Африка Экорейс» Алексея Титова, спортивным багги «Зил Прота» обладателя Кубка мира по ралли-рейдам Сергея Шмакова и другими любопытными машинами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова